Дорогие соотечественники, здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о том, что происходит в современном мире, что происходит у нас и как важно нам понимать, что от наших местных решений очень многое зависит от того, как мы будем позиционироваться в этом быстро меняющемся, турбулентном и весьма непростом мире. Речь пойдет вот о чем. Могут сказать, что муниципальные выборы, с точки зрения, если мы возьмем масштабы Европы, международные, конечно, это событие, скажем так, честно и откровенно, очень малого влияния на мировые процессы, казалось бы. Но на самом деле это не совсем так. Дело в том, что везде всегда происходит нескончаемая борьба за сферы влияния, за рынки, за бизнес, за рабочие места и за свои позиции. И нравится нам или не нравится, но мы втянуты в эту мировую борьбу. Кроме того, не надо забывать, что Молдова находится в предбалканах, что такое предбалканы. Это область очень важного стратегического положения и назначения. И поэтому муниципальные выборы – это, по сути дела, еще один выбор нашей страны. Нам его навязывают. Нам говорят, Запад или Восток? Восток или Запад? Сама постановка этого вопроса, смело можно сказать, для нас является самоубийственной. Потому что для нас важно четко осознавать свои собственные общенациональные интересы. С этой точки зрения для нас важно обязательно понимать, что не такой уж Запад благородный, каким он его представляет или он сам себя позиционирует, и не такой уж Восток, ищадие, и не такой уж Восток является чем-то таким, что должно подлежать постоянно санкциям и самому различному давлению. Почему? Мы видим сейчас, что Евросоюз подвергается не менее крутым санкциям и не менее крутым различным способам диктата. Мы видели, как взвыли и президент Франции Макрон, и канцлер Германии Меркель, как только речь пошла о тарифах на сталь, алюминий и на другие товары. Мы видим, как сполошилась старушка Европа. Они надеялись, что вот весь западный мир, это единое целое, это все такое, все дружно движутся в светлое будущее глобальное. А эпоха глобализма, оказывается, уже ушла в тень. С ними стали обращаться так, как стали обращаться с другими. И вот на фоне этого мы видим, что Евразия, мы имеем в виду прежде всего такие страны, как Китай, Россия, Индия, Индонезия, Пакистан и так далее, начинает завоевывать все больше и больше позиций в экономике и, естественно, в политике. Поэтому, если раньше нам говорили, что вот ваш восточный выбор, это есть все какая-то бредовая конструкция, за которой ничего не стоит, а наша дорога в светлое будущее лежит только в сторону Европы, сейчас все, как видим, меняется вместе с изменяющимся миром. И поэтому самая большая глупость, которую можно придумать, это одновекторная ориентация. Мы должны четко осознавать, что кроме посулов, которые мы получаем с Запада, посулов прежде всего, наши рынки рабочей силы, наши рынки сбыта, наши интересы во многом связаны с евразийским проектом и вообще с восточным направлением. Поэтому выборы мэра города, который является собой не менее 70% экономики страны, я имею в виду и светлую, и теневую экономику, любую, во многом от этого зависит, на что город будет ориентироваться, на какие проекты и насколько сбалансированным будет наш выбор будущего и движение вперед. Итак, запомните, 70% где-то нашей экономики, Молдовы всей страны, зависят от экономики Кишинева. И, соответственно, ориентация города, и экономическая, и политическая, если мы хотим, чтобы она была взвешенной, она не должна быть экстремой, или влево, или направо, или на восток, или на запад. Нам надо ориентироваться на свои собственные интересы. И поэтому мы пригласили сегодня представителя молодой волны, молодой политической волны в нашу студию. Это наш давнешний, хорошо знакомый нам персонаж, человек, который очень много реального и конкретного сделал для молодежи страны, я имею в виду Николая Паскарова. Здравствуйте. Николай, скажи, пожалуйста, вот я попытался нашим дорогим телезрителям и соотечественникам описать, что происходит в мире, и как оказывается наш выбор, вот на наших, как бы, казалось, вот этих местных муниципальных выборов, почему он столь важен для нашего будущего? Потому что, если посмотреть на представителя платформы, да, это только Европа, и все, мы эти сказки уже от Альянса за Европу слышали, все эти сказочки. То есть Европу как-то нам представляют, что это что-то такое, ну вот, идеально демократическое, идеально либеральное. Священная корова. Да, экономика там, все такое, а мы сейчас видим, если мы возьмем президента Франции, да, и канцлера Германии, они же не зря поскакали в Вашингтон, и не солоно, и не хлебавшие оттуда вернулись, вернулись очень озабоченными. Откуда у них будут средства на бескорыстную помощь нашей стране, хотел бы я знать. С другой стороны, мы видим очень сильное усиление на Востоке, я уже говорил, Китай, Россия, Индонезия, Индия, там гиганты, да и в других странах, если мы посмотрим Бразилию, там и другие, это же почти половина мировой экономики, и они набирают силу. У них государственный долг далеко не 20 триллионов долларов, как у США. У них профицит, у них бюджет, так сказать, покрывается без всяких проблем, поскольку они в мировом бизнесе занимают очень приличные, и главное, постепенно наращивающие свои силы места. И поэтому, если мы берем платформу, да, ее представителя, если мы берем, допустим, Ивана Чебана, который мы все прекрасно знаем, что он из партии социалистов, которая, между прочим, все время акцентирует, что, ребята, мы за то, чтобы у нас были взвешенные отношения и с Западом, и с Востоком, чтобы не было вот это перетягивание канатов, и дури, и всего прочего. Тем более, мы же знаем, что города дружат между собой, и, допустим, если Камрату удалось договорить с рядом городов, допустим, возьмем Российской Федерации, посмотрите, какие они преференции имеют во многих отношениях, прежде всего экономических. Не пора ли Кишиневу взяться за голову после бездарных годов правления Дарина Киртуака, когда город превратили успешно в руины, и его экономику не пора ли, что-то реально, не опять очередные фантазии Альянса за европейскую интеграцию, но уже в исполнении господина Анастасия. Мы эти сказки слушали. И не взяться за голову, и вот принять такое все-таки взвешенное, как мы говорили вот сейчас, решение. Как ты видишь, как молодежь видит, как молодое поколение видит, насколько вот эти химеры и насколько эти иллюзии, значит, проевропейские, а с другой стороны страшилки евразийские, насколько они еще влияют на умы и сердца, прежде всего, молодого поколения. Извини за такое длинное вступление, потому что тема необычайно серьезная, и она требует необычайно точного позиционирования. Конечно, мир стремится с такой бешеной скоростью в будущее. Весь мир, все страны мира сейчас занимаются своими проблемами, своими национальными интересами, что является важно для своих народов. И мы, молдаване, тоже должны не забывать, что мы находимся в общем... Николай, при слове молдаване, мы понимаем, что молдаване мы все тут. Что тебе гагаузы, что евреи, что русские, что украинцы. То есть мы молдаване, почему? Потому что, чтобы наши телезрители поняли, когда мы говорим молдова, и мы говорим молдаване, это мы все граждане этой страны. И интересы у нас не националистические, как мы видим на Украине, а общенациональные. Виктор Иванович, это... Это очень важный аспект. Это важно. Нас слушают сейчас тысячи людей. Виктор Иванович, я думаю, что меня понимают люди, которые смотрят. Можно меня еще 10 раз перебить до конца передачи, но когда говорят, вот если обычный наш человек будет в России, пускай он будет русскоязычный или гагауз, его назовут молдаванином. Правильно. Если будет молдавским паспортом, он молдаванин. Совершенно верно. Да. В принципе, я думаю, что движемся с бешеной скоростью. Много что меняется в мире, меняются эти полюса силы, которые есть, меняются альянсы, разваливаются различные альянсы. И это будет продолжаться, и она продолжается уже многие десятилетия и сотни лет. Мы должны быть готовы к этой ситуации, потому что у нас земля и местонахождение нашей страны практически на перепуте между евроазиатским сообществом и Евросоюзом. И, конечно, должны работать и дипломатия, и все политические силы. И общество должно быть трезво вот к этим событиям. И то, что от нас ничего не зависит, это самая большая проблема. И самая большая ошибка, когда мы так думаем. И ошибка. И то, что, например, на этих выборах люди не все вышли, или немножко в процентах меньше народу выходило на выборах. Ты имеешь в виду первый тур голосования? Ну, конечно. Это проблема, и все это неосторожное отношение к этому политическому процессу, это будет отражаться на нас через какое-то время. Реально мы видим ситуацию в Молдове три большие силы. Это оппозиция, партия социалистов во главе с президентом, хоть он не является председателем партии, но это их лидер, это Игорь Додон. Вторая сила, это демпартия во главе с Владимиром Плохотняком. И третья, мы видим эти силы прозападные, которые все соединились, это и унионисты, это и партия Майя Санду и Андрей Анастасов, которые выходят с этим революционером духом для, опять же, для... Для возврата нас к старому пути. Еще раз, сколько нам морочили голову этим альянсом за европейскую интеграцию? В результате разбитый город, бардак... У Запада свои интересы, и это не значит, что они очень блага интересы для нашего народа. Смотря по тому, что из-за страны ушел непонятно куда, миллиард может быть и больше, закрылись только школ, больниц, и реально можно было, чтобы ситуация была намного лучше. И в нашем видении, вот борются все эти три силы. Партия социалистов является в оппозиции уже столько лет, пытается пробраться у власти. Ей пока что не дают различные союзы между этими силами олигархическими, различные вот эти политические комбинации. И сейчас есть очень такой интересный момент, такая ситуация, когда, может быть, вот Иоанн Чабану от партии социалистов прорвется во власть в Кишиневе. Это будет огромная победа не только для Молдовы, что будет для всех, те, которые живут здесь у нас в Молдове, для людей, которые уехали за границей. Почему? Элементарно, если попадет к власти Настас, у нас начнется опять все эти провокации, начнутся все эти революционные настроения, протесты. Потому что Андрей, у него нет политического опыта. Нет, на словах у него все красиво. У него на словах... За все хорошее против всего плохого. Этот месседж можно увидеть в дежавю, как у Дарина Киртуак. Пришел с лозунгами популистическими, пришел с различными вот обещаниями народу. Но мы видим, что на протяжении всех этих лет пока что заходишь в молдавский дворик, где-то на Чеканах, на Рыжкановке или даже в центре, мы видим сплошной бардак. И так и не решились проблемы. Если у кого есть машина проехаться от Скулянки до Ботаники, может остаться с подвеской где-то в центре. И это реальность. Потому что не были решены проблемы города. Мы видим очень много коммерческих этих сооружений, но нету сетей для них, нету ни электрических, ни канализационных. И проблемы, они только и наступают. Очень много проблем. Если на будущее сейчас наши кишиневцы выберут вот из этих двух сил ту, которая может сконструировать нашу столицу, это и шанс для Молдовы. Потому что как бы мы не хотели думать, но мы зависим от Кишинева. Здесь, как вы говорили, сконцентрированы все силы Молдовы. Здесь сконцентрирована большая часть населения, и бизнес, и инфраструктура. Здесь и делается политика у нас в столице. И было бы очень хорошо, чтобы оно выглядело, как все говорят, столицей успеха. Пускай будет европейской столицей, но и реально будет. Скажем, как говорят в экономике, драйвер роста. То есть тот паровоз, который тащит страну вперед. Они стагнируют на месте. Конечно, мы сейчас все должны, неправительственные организации, лидеры различных организаций, должны высказать наше мнение, как мы видим завтрашний день, будущее, или матрицу будущей нашей страны, нашей столицы Молдовы. И мы должны включаться. И главное, чтобы это сделали не кто-нибудь, а сами люди, жители Кишинева. Потому что, вот ты хорошо упомянул, что в первом туре явка была не очень впечатляющей. То есть пора понять, что вот именно на втором этапе происходит этот выбор. Мы за что? За одностороннее развитие, которое нам все обещают, обещают золотые горы, а мы видим, что все только хуже и хуже? Или двустороннее развитие, которое предполагает прежде всего интересы не Востока или Запада, а интересы нашей собственной страны и нашего собственного города? К сожалению, мы не можем вмешаться в политику на протяжении того времени, когда... А избиратель может? Я имею в виду, вот простой гражданин может вмешаться в политику один раз в четыре года на выборы. Или если есть досрочные, чуть раньше. Сейчас время подходящее, когда мы можем прийти и голосовать за то, которое придает нам надежду на будущий день. И это очень важно для нас. Конечно, ситуация не такая легкая, как оно кажется со стороны. Это не просто выборы, это финал вот всех этих сил, и мы должны сделать правильный выбор. Я смотрю, что в последнее время вот много надежды все-таки дается партии социалистов. Я думаю, что это правильно, потому что смотря по нашему президенту за столько времени, сколько он является на этом посту, практически взорвались вот все эти социальные проекты. Мы видим, что Игорь Николаевич реально, он что-то делает, не то что пытается, но что-то делает. Мы видим его каждый день. Это несмотря на абструкцию. То ли в Гагаузии, то ли в Кишиневе. Несмотря на абструкцию, не на попытки помешать, все равно процесс идет. И я представляю, что столицу будет... В столице вот придет примарь от партии социалистов. Я думаю, что это будет конструктивный взрыв. Это будет прекрасное время вот для Молдовы, где можно все это исправить, все ошибки, которые есть. Можно будет идти вперед. Потому что в Молдове есть деньги. Молдова не такая страна, где нищие, нет вообще деньги. Есть деньги, можно их еще заработать. Только нужно сделать так, чтобы все эти процессы заработали. Нужно сделать так, чтобы у людей было занятие, была своя работа. И нужно сделать так, чтобы открыть все границы. И на Западе, и на Востоке. Как в своих декларациях говорит президент. И главное, чтобы через эти границы у бизнеса было желание сюда прийти. Элементарно. Смотрим мы на национальном плане. Приднестровье намного ближе, как она была несколько лет назад. При всех президентах, сколько были в республике Молдова, Игорь Николаевич Додон, он более своими проектами, своими дискурсами приблизил. И что Чабан может сделать в этом направлении? Ты как видишь? Чабан был... Скажем, линия Кишинев-Тирасполь. Чабан становится мэром Кишинева. И вот Тирасполь. Как это может повлиять? Кишинев-Тирасполь это 55 километров, максимум 60. Мы здесь и хотим, не хотим, мы зависим от различных процессов. У Чабана есть хорошие качества и у него очень хороший опыт. Чабан, он менеджер, по сути. Будущая в министерстве еще работа в образовании много лет назад, при правлении коммунистов, это один из самых активных работников министерства. Потому что вот тогда у него начались очень интересные проекты. Для этих студентов, которые заканчивали университет, им давали дома где-то в районах, в селениях. И были немножко защищены вот от этой проблемы. А ты имеешь в виду выпускников, молодых специалистов? Второе, для них были созданы и какие-то бюджетные места. То есть этим занимались. У них были стипендии хорошие в правлении коммунистической партии до 2009 года. То есть люди, которые конструировали Молдову. Конечно, после этого пришли либералы-демократы, они провалили всю эту систему. И мы видим, что еле-еле доживаем этот разрушительный этап. Потому что очень много школ перезакрывали, интернатов перезакрывали, больниц уже закрывают. И уже скоро хотят из трех районов сделать один или пять. Извини, на секунду перебью. И опять же, вот почему закрывали? Якобы оптимизировали, якобы следовали европейским нормам и стандартам. Вот и что в результате? Ну, элементарно. С одной стороны, играли... Я против чего? Я против слепого следования. Вот мы там Европу... А мы где сидим? Мы в центре Европы. И у меня, смотри, Коль, к тебе какой вопрос? Меня интересует твое мнение. Смотри, я его задал с самого начала. Есть два пути. Или вот это уже сколько лет это длится, время Европы, и там нас никто не ждет, и нифига не получает. И в самой Европе сейчас проблемы со Штатами, с экономикой, социалкой, и терроризмом, и так далее. Вот. Или взвешенный путь, как вот и ты сам об этом говорил, значит, между одним полюсом притяжения и другим. Исходя не из их интересов, а из наших собственных. Как ты считаешь, насколько вот молодое поколение особенно это понимает? Ну, к сожалению, молодое поколение сейчас инертное. То есть появляется поколение, которое очень индифферентно смотрит на политические процессы и не вмешивается. И, конечно, это проблема правительства Молдовы и проблема тех политических партий, которые не включают молодежь в процессы. Второе. Когда молодой человек видит, что у него дома нет... А Чабан способен молодежь включить в эти процессы? Я думаю, да, смотря как работает... Я думаю, городское строительство в широком плане. Я думаю, что да, потому что пример есть. В партии социалистов есть очень много молодежных организаций, которые реально работают на протяжении уже скольких лет. То есть интересные проекты идут, различные соревнования, умственные, различные организации событий и так далее. Те же протесты, те же марши. И это очень хорошо, когда молодежь идет за политической партией. Чабан, я думаю, сможет, потому что... Ему молодежь доверяет? Я думаю, что доверяет. Зная его столько лет, я его лично знаю очень много времени, потому что мы еще совместно занимались спортом еще лет 15-20 назад. Очень амбициозный, очень хороший организатор. И очень внимательный организатор. Потому что он и добился такой хорошей, например, карьеры. И дослужился по лестничной карьере до консультата президента нашей Игоря Додона. И я думаю, что есть очень много шансов, в принципе, что он победил эти выборы. Потому что люди со стороны видят. На протяжении двух-трех лет он боролся в муниципальном совете. Очень много блокировал инициатив плохих для города Кишинева. И это человек, который на своем месте. Всяких незаконных строительствах. Да, и самое интересное, что это человек, который не боится взять ответственность на себя. Если берем Настасы, мы видим, какие у них взаимоотношения с Майя Санду. То они вместе, то они не вместе. Это зависит, как братья ЦОПа позвонят из Германии. Как они и поступают. Но, к сожалению, это такая реальность. Да, именно так. Вот должна быть в политическом классе Молдовы вот эти баба-яги, которые не включаются в процесс и реально не решают проблемы. Потому что сколько сейчас не жалеют Киртуак, но последние три года он даже не появлялся в примарии. Это человек, который оставил на произвол судьбу вот и целый город. И мы видим сейчас, сталкиваемся. Не решились стратегические проблемы города. Реально нету генерального плана строительства этого города. Это усугубилось. И, как почти все говорят, такого еще в городе, скажем так, чтобы не употреблять слово бардак. Такой бескосности и разрухи не было. Это мы виноваты, жители этого города, потому что мы сами допустили эту ситуацию. И поэтому на выборы надо идти. Нужно идти на выборы, реально спасать город. Потому что мы понимаем политические процессы в Молдове как шоу. Вот я спрашиваю обычных граждан, ну там этот, с кем-то, как театральное зрелище. Но мы зависим от всего этих процессов, поэтому нужно включаться. И нужно включаться не только критиковать, а нужно прийти с какими-то хорошими конструктивными проектами. Нужно что-то изменить. Нужно делать порядок вокруг своих блоков. Нужно собирать мусор в своем районе. И все оно поменяется. Потому что жизнь так построена, зависит от всех. Один примарь или вице-примарь, или какой-то муниципальный советник, он не сможет решить все проблемы. Если не будет поддержки людей. Да, тем более, если не будут выходить на выборы, это уже что? Будем жить как в джунглях. И постепенно к этому идем. Деградирует город. Я видел много европейских столиц, азиатских столиц. Вот сейчас недавно мы приехали с Душанбе по проекту культурному наследию страны Сангей. Азиатский город, но чисто, прекрасно, все ухожено, очень много цветов. Я даже удивился. В стране, где 95% это горы, так сохранили все эти здания. И такой чистый город. И, к сожалению, у нас пока что большие проблемы в городе. Если мы будем опять же думать... Короче, мы, которые претендуем на то, что мы в центре, считай, Европы, по сравнению с Душанбе, состояние города и его инфраструктуры несравнимо у них выше. Конечно, у них выше. Особенно центры города и все эти места центральные, они просто в идеальном состоянии. Скажем так, они больше европейцы, чем мы. Я думаю, что, может быть, не европейцы, но люди... Я по культуре, потому что, смотри, Николай, в чем проблема наша? Безусловно, по культуре Европа всегда во всем мире задавала самую высочайшую планку. Именно старушка Европа. Потому что все культурные инновации, все идеологии, философии, все технологии и так далее традиционно шли всегда из Европы. Правильно? И это мы не можем отрицать, хоть мы... Виктор Иванович, у нас строение 80% сделано во времен Советского Союза. Стой, стой, ты подожди Советским Союзом. И Советский Союз ориентировался... Давай начнем с того, марксизм. Он где родился? В России? В Европе родился. В Германии, совершенно верно. И так далее. Мы о другом говорим. Мы говорим о том, что все, что хорошее есть в Европе, а там очень и очень много хорошего. Безусловно. И нам еще до этого стремиться и стремиться. Но мы должны четко понимать, что Европа за нас ничего делать не будет. У нее свои интересы и свои проблемы. Виктор Иванович, видите, большая проблема... Смотри, я просто о чем говорю? А наши пропагандисты выставляют это таким образом. Вот из-за того, что мы недостаточно повернуты к Европе, вот Европа нас наказывает. Виктор Иванович... Николай, что ты скажешь о таком пропагандистском трюке, когда путаются реальные ценности, которые там есть, безусловно, важно учиться у них и учиться ни у кого не вредно. И вот этими пропагандистскими трюками... Ну, мы живем в демократической стране. Пропаганда имеет свое место в этой системе. Ну, как-никак, у нас есть свобода слова, и мы можем выговориться все, что мы хотим и в эфире, и в газетах, и в блогахах. И это очень хорошо. То есть это тоже одна из ценностей, которые мы должны как бы иметь отношение к этим ценностям, свободе слова и так далее. Насчет Европы. Европа не такая красивая, как ее нам преподают. Потому что, например, я часто выезжаю за границей, и та же Прага. Центр, историческое место, очень красивое. Отойди на километров 10-5 от центра, уже есть заброшенные баки мусора, уже все эти бомжи, наркоманы, и все стены переписаны какими-то окрасками. Как и в Неаполе. То есть, да, в Неаполе. В Палермо, например, я попал тогда, попали время, когда там не убирали мусор. То есть, Европа, оно и есть Европа. Мы не должны создавать из этого такой прекрасный, хороший миф. Есть и, например, Белоруссия, город Минск, который, например, по всему городу ты можешь найти бумажку или там бычок. Но, знаете, в этом есть и наша... Скажем так, Белоруссия ближе к Европе, чем сама Европа. Ну, может быть. Но очень много зависит от нашей культуры. Николай, я пять лет учился в Минске, я пять лет, 66-го по 71-го. Я тебе скажу, белорусы, они вообще по своему складу, воспитанию, это очень порядочные частюли. Очень зависит от нашей культуры. К сожалению, у нас люди, ну, так себе относятся к порядку, к... Бычок кинули куда попало, кулет кинули куда. На улице через форточку бросают бычки, какие-то пашки сигарет. И это реальность, потому что об этом должно заботиться правительство, муниципалитет. И сами люди. Бросил бычок через окно, тебе штраф, например, как в Сингапуре, тысячу долларов. И сколько можно выбросить, ну, выбросишь три бычка, и у тебя будет кризис на целый год. И это нужно воспитывать и наших граждан. Николай, главное, чтобы сами люди понимали. Будут понимать, пока не будет воспитывать, потому что демократия, оно идет и через воспитание. Вот если нас спросить лет 10 назад, люди еще не пристегивали ремни в машине. Сейчас для каждого это норма. То есть что-то у нас учится, но этим нужно государство. Вот оно вместо всех этих политических баталий, олигархических сражений, нужно воспитывать и наше молодое поколение, и граждан. Но кроме Кнута, без него воспитание не получается. Послушайте. Но нужна морковка еще. Вот что мы, вот давай вернемся опять. Вот ужесточить, там понятно, для порядка, для всего. Но есть еще один момент. А что предлагает каждый из кандидатов, и что он реально может обеспечить из своих предвыборных лозунгов? Ну, если смотря со стороны, что Андрей Анастасов не выходит на дебаты, если Андрей Анастасов вообще не включается в политические процессы. У него что позитивное? И он собирает все это протестный настрой наших граждан. Все плохо, понятно. Все плохо, все идут туда, которые... А что ты предлагаешь? Не то, что я предлагаю. Не ты, а господин Анастасов. Анастас предлагает революцию, и он будет здесь революционерить еще долго. А, опять революция? Опять Майдан? То же самое, типа Майдана. Потому что, ну, представьте, это очередной будет какой-то опять бардак. Потому что сзади этих людей там Запад. А Запад, у них есть свои интересы. И они не очень уважают национальные интересы. И в тот момент, когда у нас идут очень хорошие отношения Кишинева в Тирасполь, сейчас опять могут появиться силы, которые опять испортят. Потому что на международной арене в геополитике наша Молдова, она точка болевая. Когда нужно нажать на Россию. Когда нужно нажать на СНГ. Сценарий Донецка. Сценарий Донецка. То же самое. И нас используют вот для этого болевого рычага, к большому сожалению. И функция мэра у нас в Кишиневе, это не просто административная функция, это еще и политическая. Потому что от него очень много что зависит. Если мэр в будущем сможет объединить в себя вот все эти экономические интересы и Востока, и Запада, это будет отличным мэром. И у нас это получится, но у нас должно быть и волевой такой человек, который сможет идти вперед, сможет работать и на благосостоянии наших граждан. И ответственной. И ответственной, потому что и хорошая команда. Мы не забудем, потому что очень важно, что была хорошая команда, нормальная команда с хорошей идеологией. И тех, которые поддерживают народ. Например, у Чабана очень хороший процент в первом туре, хоть и не вышло столько народу. 41% это очень много. И если бы еще немножко поработать сильнее, он даже мог бы выиграть с первого тура. Если бы еще ситуация была немножко по-другому. Но я думаю, что во втором туре они смобилизируются. Потому что кому в Молдове нужны революции? У всех есть очень много проблем. У всех есть свои планы на будущее. И мы не хотим вот все этих перемен, как на Украине. Когда за один год все эти тарифы повысились в несколько раз. Это результат Майдана. Вроде вышли все за свободу, независимость. А в результате что получилось? Между 101 суперолигархом Янукодыча их наплодилось как тараканов. Самое интересное, что украинцы не попали в западню. Они все выходили за смену власти против коррупции. За хорошую жизнь Европу. А в результате коррупция задушила сейчас все. И в результате получилось политическое кидо. Все эти их настроения направили на внутреннюю войну и на потерю Крыма. Очень важно, чтобы быть осторожным в этом процессе. Но я как-то уверен, что люди пойдут правильно на выборах. И будут нормально голосовать за будущее Молдовы. Никому не нужны революции, никому не нужны войны, никому не нужны дестабилизации. Потому что хуже у нас в Молдове некуда. Я думаю, что это шанс нужно дать социалистам эту эстафету, чтобы они пошли вперед. Я думаю, что решатся очень многие проблемы. В этой партии остались люди, которые еще были технократами, профессионалами в партии коммунистов еще до 2009 года. Люди, которые создавали Молдову. Которую, опять же, после 2009 года разрушали столько лет вот эти деятели политические. И до сих пор еще не могут все разворовать. Не могут разворовать. Все-таки, я думаю, что выиграет правильные силы у нас в Кишиневе. Потому что, если мы теряем еще 4 года, дальше для нас очень плачевный финал. Мы видели, сколько паники поднимали унионисты за эти 2-3 года. Особенно за этот год. Там это столетие воссоединения. Миллионные доллары растрачены на все эти мероприятия. И в конце... Просписи, примареи, всяких... Понимаете? Они создавали такую диверсию у нас в Молдове, что в нормальной стране... Антигосударственной. Антигосударственной. И дальше что? Набрали сколько? 3-5%? Это на смех курам. Но мы не должны забыть, потому что вот Запад, оно же такое очень хитрое, очень такое... Они знают, как программировать и людей, и свой весь арсенал на то, что выиграли силы, которые им нужны. И мы видим в Армении элементарно. Все это перевернули так, перевернули, что вышел опять их кандидат. Поэтому два года работало в посольстве Соединенных Штатов в Америке очень много народу на созидание... Нет, что там грамотные ребята по части цветных революций, там, наверное... Насколько вот я знаю, я изучал когда-то очень серьезно этот вопрос, это фактически наследие троцкизма. Вот был такой Лев Троцкий, кто из молодого поколения не знает. Это, собственно, был тот революционер, который именно он и осуществил, Октябрьскую социалистическую революцию. Пока Ленин где-то там прятался и так далее, в шалашах или там по улицам, этот человек руководил восстанием. И вот Лев Троцкий, будучи гениальным специалистом по части перманентной революции, он оставил наследие, которое, как ни странно, переняли в Соединенных Штатах. Вот есть такой специалист, Шарп. Вот этот Шарп написал и разработал целую теорию, как организовывать, где разные цветные революции, арабские весна, там их желтые, там революция роз, бархатные. Там это целая технология. И это работает. Это целая технология. Эти техники работают. И она очень неплохо срабатывала. И в Югославии, и на Украине. Вспомним Ливию. При Каддафе как хорошо жили люди. Ливицы. И что сейчас? И сейчас остались руинами во всех этих несчастьях. Нужно опять лет 100-200, чтобы дойти до этого уровня, как жили при Каддафе. Которые потеряли. Да, и я смотрю, что даже в государстве, где более-менее живут при нормальных условиях, они поддаются на эти провокации различных цветных революций. А знаешь почему? Давай вот берем Египет. Ну чем им хосни, ему барок не подходил? Был послушный. Все исправно. И вот устроили там эту революцию, весну эту арабскую. И началось. Только сейчас Египет начинает чуть-чуть приходить в себя от этих всех сотрясений. И мне кажется, что тут еще одно. Эти люди считают, что вот их стандарты демократии, либерализма, это правильные. А все остальные народы, они какие-то, ну скажем так, недоразвитые, отсталые. И вот мы с помощью экономических санкций, с помощью там авианосцев, там всяких других способов, вот мы несем миру. И куда они не приходят с этими благими как бы намерениями, везде после этого мы видим какой-то кошмар, бардак, развал, кровь и так далее. Со времена Римской империи ничего не поменялось. Николай, скажи, пожалуйста, вот ты как, я говорю, с молодежью работаешь, и я думаю, что уже там лет 15 как минимум, если не больше, вот. У тебя есть большой опыт. Вот на что ведется молодежь? Вот на чем ее обычно обманывают. А молодежь всегда хочет чего-то светлого, какие-то ожидания, они хотят решить, и как правило, молодежь думает, что все можно решить одним махом. А вот что бы ты хотел сказать молодым ребятам? Вот эта волна глобализации, которая сейчас идет, начиная с интернета, все это информационные технологии делают из молодых людей космополитами. И культура, она униформизируется, она делается на таком уровне. И это опять же, с одной стороны, хорошо, потому что мы не можем спрятаться вот от этого ветра геополитики. Но, с другой стороны, вот они теряют чувство реальности, теряют чувство собственной достойности, чувство того, что должно быть в своей стране. И, может быть, специально работают такие западные программы, чтобы... Чувство родины, чувство традиции. Чтобы исключить из молодых людей вот то свое собственное и униформизировать, вот как по всему миру. Потому что я очень много слышал от молодых людей. Я космополитик, мне это не интересует. Это самая большая ошибка. Потому что, как-никак, мы здесь родились, и мы должны быть ответственны за эту землю. И, внимание, живем-то мы здесь, а не где-то в космосе. Смотри, космополит. Мы не в космосе живем, ребята. Мы на земле. А вы знаете, если мы будем учиться по учебникам, которые издают нам Сорос, которые издают нам Запад или другие центры, да, Бухарест или там другие центры, конечно, у нас получится вот такая молодежь, которой они не будут ценить землю. А в современном мире самое ценное, что может быть, это земля. Это то, которое наши, которое оставили наши предки. И в этом тоже, я думаю, что есть такая стратагема, чтобы исключить их вот этого мышления. Вот эта культура земли, на которой человечество выросло, из-за которой кровь проливали, и потом ее рожали трудом и прочим. Вот, мне кажется, самое страшное, что происходит, вот этот культ, буквально культ земли, культ родины, вот от слова рожать, да, или патрия, это вообще-то мужское, патер, это отечество, если перевести на русский язык, да. Вот этот культ родины, культ отечества, он у людей как-то потихоньку подменяется каким-то культом чего-то такого рыхлого. Мы живем в каком-то виртуальном пространстве, да, мой хороший, но когда ты свой гаджет выключаешь, ты смотришь, вокруг тебя птицы, деревья, девушки, парни ходят. Вот я смотрю в последнее время. Вот скажи, насколько виртуализируется сознание и отрывается человек как антей от тех сил, которые его держат, земля. Я думаю, что это нормально. Этот процесс не только происходит у нас в Молдове, он по всему миру, и это должна быть как хорошая вакцина для нас, для молодых людей. Я смотрю, что очень много людей, которые, молодых, приезжают из-за границы, где учились там или немножко работать, они являются вот более патриотами, потому что они увидели, что они там где-то за границей являются чужими, там нету этого всего родного, и они, понимая, уже приезжают домой и начинают вести либо собственный бизнес, либо дальше идти и учиться, либо попытаться найти работу. Было бы очень хорошо и было бы идеально, чтобы у нас, вот граждане Республики Молдова, вместе с политическим классом настроились на национальный интерес, и они должны ясно видеть будущее нашей страны и не верить в этими политическими лозунгами, разными аферистами. Потому что я выскажу в эфире, но в этой кампании... Сейчас у нас заканчивается передача, 30 секунд скажи. Вместе с Майя Санду Настасы, это люди, которые... Вот Майя Санду, когда была в правительстве, они работали с демократической партией. Хотели, не хотели, но вместе работали. Миллиард украли или куда-то исчез с разрешения вот этой женщины. Закрывались школы и все, что случалось у нас негативное... С ее благословения. Да, и дальше, если этого... Она, конечно, женщина-женственная, да, интересная, но если вот выпустить такого политического демона опять вперед, мы еще не знаем, если не пойдут дальше какие-то разрушения, потому что это не реформы, когда ты закрываешь школу... У нас время кончается, а Чабан? У Чабана есть шансы, у него есть ответственность, и я реально думаю, что он поменяет. Потому что будущие еще лет 8-9 назад в Министерстве образования очень много сделал этот человек, вот около министра. А сейчас, будучи лигером, я 100% уверен, что будет. С молодежью он будет работать. Да, и люди энергичные, они молодые люди, будут рвать все под собой и будут делать мир и краще. Нашу Молдову красивой будут делать. Ну что, спасибо большое. Спасибо большое, Виктор Иванович. С нами был Николай Паскару, представитель, как я говорил, молодой волны в нашей и политике, и в социальной жизни. И для нас всех, я думаю, наверное, было очень интересно услышать мнение молодого поколения. И вот в этой связи хотелось бы завершить нашу передачу следующим образом. Не наступайте трижды, четырежды на одни и те же грабли. Не верьте посулам, не верьте фантазиям, не верьте собственным иллюзиям. Мы живем на реальной земле, над которой витает мир всяких вот этих виртуальностей, назовем их так. Но мы всегда должны помнить, сколько бы мы ни находились в виртуальном сне, рано или поздно мы пробуждаемся и видим вокруг нас родную землю, видим ее людей, видим их беды, видим их проблемы. И самое главное, мы должны точно знать, как мы будем двигаться и жить на этой земле, и как будут жить наши дети, наше молодое поколение. Итак, делайте правильный выбор. Выбор всегда за нами. Выбор всегда есть. И выбор всегда за человеком. Спасибо за внимание. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Виктор Иванович Борщевич.